приветствую дорогие друзья в этот раз поведаю вам одну очень интересную необычную и неожиданную произошло все это в петербурге и этот ролик входит в цикл видео под названием питерский trip ссылку на все остальные части я оставил в описании при желании ознакомьтесь но мы начинаем приятного просмотра чем как все было мы снимали вот эти ролики которые делали для канала в маске про стекло про зеркало вот эту всю историю я думал на это в принципе вся стрит-арт история у меня закончится я буду снимать музей как бы на этом все и закончится так все и пройдет но мне тут короче в инстаграм приходит сообщение пишет некий сега баги хэй дядька ты до какого в спб мы тут массово покрасить депо заброшенное воскресенье идем не хочешь присоединиться я подумал блин ну нельзя такую возможность пропускать и согласился само собой хоть там и плотненько было со съемками в музее и вообще как бы еще ребята тут ну нет я подумал что сто процентов надо ехать и не пожалел кстати давайте посмотрим как это выглядит снаружи довольно большое строение заброшенное локомотивное депо состояние булеме и нас сразу же встречают яркие кусочки это окраина питера заброшенное депо ну как понятно по названию и она была здоровенным и на самом деле не таким старым то есть забросили его может быть максимум лет шесть-семь назад я уже внутри и размеры впечатляют собственно думаю каждое депо такое чего удивляться я пришел и туда и начал со всеми знакомиться но понял что это бессмысленно потому что народ там навалом то есть там художников ну человек 20-30 наверное это хожу молоде 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 и меня называют имена которые просто из башки вылетают вот так вот я думаю принулан хер с ним если нужно переспрошу если нужно вообще запомню тех людей ключевых с которым буду контактировать первый кого я там запомнил это спутник довольно олдовый товарищ в рамках уличного изобразительного искусства как и многие здесь собственно самый прикол что там не только классические куски там очень много разнообразного стрит-арта у такого разнопланового то есть люди экспериментируют с техниками и это безумно интересно то есть ты ходишь смотришь и такой так ну классика классика здесь кто-то вообще берет размазывает какую-то пасту непонятную к стене такой муж прям на куске на каком-то бафает постой я просто интересно как она ложится сейчас как с лаком будет себя вести мы договорились я короче хочу я поверх возьму скотч короче бумажный сделаю линии оптической иллюзии значит когда они в одну сторону второй слой в другую встречу а по верху же даньям если договорились он уже что-то наимпровизирует сверху это будет коллап потому что у меня только под фон идея есть я честно неподготовленный пришел капли сначала шпателем пробовал короче понял что кельма она неспроста пробел а это sega богема вот он не написал как бы и я такой смотрю уже кусок ты ну в принципе здоровенный почти законченный я говорю как ты это сделал ну вот вчера приходил с проектором размечался блин вот заморачиваются на самом деле на заброшку с проектором ну там принципе реально если у тебя есть какой-то такой портативный но с моей китайщины это нереально либо аккумулятор либо какой-то генератор мутить в общем время идет поколение за поколением меняется появляются новые гаджеты и к ним надо обязательно приобщаться потому что представляете малюска вот такая вот берет проецирует тебе картинку размечайся не хочу к этому надо обязательно прийти обязательно сразу еще хочу подметить это то что я никогда в москве такого не встречал может быть из-за того что я как бы в подмосковье в основном обитаю но здесь как-то все массово взяли собрались хотя там даже и чатика как такового общего нет то есть сарафанка работает все друг другу говорят и в один и тот же день приходит это мы бля почему москве этого нету либо есть но я не шарю то есть такая штука но там определенный есть такой дух какого-то единого есть такое состояние общности вот я почувствовал это не пиздеж это правда я почувствовал это так и есть все депо состоит из нескольких секций которые к моменту моего прихода уже были расписаны не так и не понял сегодня это было сделано или нет я припозднился и как мне сказали многие уже свалили ну кого-то получилось застать заработать надеюсь вы это ловите атмосфера здесь самобытная получается это такой довольно спокойный спотик где можно вдоволь покрасить и не париться что кто-то может пристать с вопросами а какого хрена ты делаешь в этом и заключается прелесть заброшек в них можно реализовать самые амбициозные и кропотливые работы ну разумеется как человеку который неравнодушен к заброшкам мне просто захотелось тупо полазить и посмотреть что там очень интересная локация иногда я прям понимал что обои какие-то свежие отделка свежая но разъебанная то есть ну явно короче это не совок это что-то вот это уже россия кусочки везде разные детальки но видно что еще слабо расписанная территория видно что сюда заходят но не так часто то есть какие-то классичные классические кусочки какие-то вандальные штуки типов тегов и прочего но очень интересно помимо помещения никто не мешает поработать снаружи тем более погодку удалось мне вообще с этим везет как не приеду в питер всегда погода классная ну а раз я уж сегодня без краски тут чаще делать будем изучать локацию посмотрим что творится на других этажах но все как я и ожидал разъеба и ничего более хотя не обошлось и без приятных находок а так в целом в основном одни теги достойных работ считая нет это же за этажом я пролазил и залез на крышу там познакомился с каким-то вот к сожалению не помню имя какой-то каллиграф прикольно так с ним пообщались много интересного рассказал а у тебя каллиграфия да тема а тебя каллиграфия да да я с короче обычно на улицах уже давно не делаю раньше граффити занимался а сейчас перешел больше на такую плюс-минус галерийную историю и сейчас нащупываю формат в котором будет нравится делать на улице что-то вот и экспериментирую думаю что самое интересное что можно сделать здесь вот кстати его куски это я когда уже спустился наткнулся вообще на самом деле место крайне опасное потому что эти стекляшки они вниз падали а люди ходят на нихера не понимают кто наверху кто внизу так стекляшка летите в голову минус один человек ну благо все это у нас миновало все живые с дорогой оттуда вернулись ну как-то так я и курсировал подходил к ребятам смотрел что там у них по процессу как они там заканчивают не заканчивают и опять куда-то сваливают и находил какие-то очень интересные места какие-то соседние здания там типа тоже были какие-то кусочки интересные стрит-арт в общем с одной стороны блять если бы я туда сначала попал это был бы просто восторг вот просто до небес но так как я уже находился какое-то время в стрит-арт музеи типа с ребятами мы тоже там какой-то проект делали было некое ощущение присытость присыщенности такой я уже знаете смотрел на все это безусловно классный кусок но он мне уже не заходил мне вот этот стрит-арт уже просто вот сидел вот тут но не знаю я это искренне говорю ребята понимаю что это хуёво звучит как бы но в целом мне кажется даже если самое вкусное мороженое жрать целыми днями то все равно заебет нужно нужно расслабляться от этого нужно немножко отходить смотреть на пустоты на какие-то просторы на вещи на которые не заполнены искусством человеческим присутствием и тогда когда ты уже немножко обнулишься стрит-арт пойдет по новой так заходить хорошо будет это я не знаю но моем наблюдение личное такое хрен знает как на самом деле работает но я вот так чувствую находясь на крыше я понял что город подступает уже так неумолимо просто уже наступает на пятки вот стоит заброшенное депо и уже через несколько метров стоит здоровенный комплекс жилой вот только построены я думаю что снесут скоро ну блин это неумолимо на самом деле в москве уже заброшек не так много осталось питере к этому тоже уже все подходит город растет людей дохуя дохуя людей опять же повторюсь там можно было наткнуться не только на обычные классические куски можно было наткнуться на реально лютые штуки вот например а самое вот не кривя душой говорю то что мне запомнилось больше всего в питере это это не связано со стрит артом ну связано но косвенно короче это стереофотографии алика круташинского это упорола меня вот просто да нельзя как это делается короче берется несколько одинаковых аппаратов в одновременно это делается снимок печатается каким-то специальным образом одеваются такие ну классические очки знаете типа красная стеклышка синяя стеклышка для 3d эффекта и ты улетаешь это просто пиздец на бумаге это выглядит просто бомбически меня это вдохновило я вот честно говорю типа врубаешь ну да у меня пульт он говорит что эта тема уже давно в принципе известна всем то есть никто просто не хочет заморачиваться он единственный такой ну это впечатляет и по итогу я могу сказать что это было мега ламповое событие то есть такая разница между почти что галеристами да вот в музее стрит-арта и ребятами которые немножко с другой из другого теста я не знаю может не из другого теста но иные какие-то короче появился некий контраст такой вот я побывал какое-то время музей стрит-арта приехал сюда на заброшенное депо и тут тоже уличные художники но они другие немножко совсем по-другому это воспринимается вопрос интересный надо его еще подетальнее рассмотреть сейчас не могу сказать чем но мне кажется кто-то галериста кто-то не заморачивается рисует на заброшках у кого-то дела лучше у кого-то хуже это тоже очень субъективно кстати и я бы так не стал говорить ну сказал также спутник подарил мне вот такую вот плиточку расписанную блин как будто знал что я приеду прям запарился сделал когда мы я с теплыми чувствами привез его в подвал сейчас приклею куда-нибудь сюда прям навечно чтобы было всегда со мной напоминал очка питере ну вот так я боюсь у нихера не увидите в общем место я выбрал вот тут ну вот как то вот так короче по плану где-то еще один ролик у меня на тему питера потому что материал уже заканчивается и уже надо чем-то заняться я кстати вам не показываю там сзади стоит проект один потихонечку мутится но всему свое время в общем еще один видосик из питера может быть на следующей неделе не знаю я когда-то говорю никого я не получается в итоге короче подписывайтесь ставьте лайки ну всю штуку всю эту штуку делаете чтобы я рос у меня канальчик рос и я счастлив был давайте сделаем так спасибо